Мой брат пишет, не знаю правильно ли я делаю, но начал размещать ссылки для твоих публикаций прежних лет, сайта соцсиба, докладчиков и вконтакте. Правильно, конечно? У меня так сложилось, я как бы отвечаю на ваш вопрос. Найду я сейчас, не найду. Мне нужна сейчас одна фотография. Это очень важно. Я ее мог просто пролистнуть. Да, жалко. Может она там ниже будет. Очень важная фотография. Дело в том, что существует понятие ранний академик, средний, поздний. У каждого человека были ошибки, заблуждения. Много что было. Знаете, вот что такое 21 век сказать? Нам время позволяет. Смотрите. Вот это вот современный канал. Не наш. Вот. Удивляете и радуете. Что-то новенькое. Дура. Дебилка. Не надоел ерундой заниматься? Интересно? Не читай. Офигенно. Не могу поверить. Роскошно. Уважаю. С ума сойти. Аплодисменты. Очуметь. Есть с чего поучиться. Вот такие они современные каналы. Понимаете? Это я случайно. И мы до этого не дошли. Вот такие они есть каналы. Вот. А потом еще много чего покажу. Это будет в следующий раз. Очень много. И, наверное, ту фотографию найду. А, вот она. В другом месте. Значит, вот сейчас мой брат будет размещать мои старые фильмы. Ну, какие старые? Несколько лет назад старые. Но они забыты. Они похоронены толще моих же фильмов. И тысячи. И вот эта фотография это груша Лада. С ней в 22-м году произошла сенсация. Но я не буду сейчас об этом. Я хочу, чтобы вы еще следующий семинар, вебинар посмотрели. Но вот этот саженец я показывал. Ко мне приехал в гости главный редактор сибирско-популярнейшей газеты. Красивейшая, цветная. Такой во всей России не было. Под названием Сады Сибири. Газета цветная, красивейшая. Стивлин. Вот. И вот этот господин Стивлин, да? Вот что я сейчас вспомню. Накентьевич. А, Василий Накентьевич. Я стоял возле этой груши. А мне нужно было показать ему, какой я... Он его привела ко мне в слухи. Краснодарский издается, а до меня 500 километров. А слухи какие? Там есть какой-то волшебник. А меня 50-го уже Фазенда. А он еще... А газета Фазенда и конкурент. Обе краснодарские. И он взял и лично... Потом ко мне и та приехала газета. Дважды приезжал главный редактор. Головина. Вот. Но на тот момент он первый спохватился. Теряем автора. И вот этот автор на его глазах взял рукой. Посмотрите, где примерно вот так вот. Примерно это. Подмотанно вот держит. С этого момента внимание. Помните, как я проклинал вот это? Я на его глазах взял. Смотрите. Все вот это, что ниже вот этой вот горизонтальной все уничтожил. И начал печататься у него. И до сих пор это первая и последняя моя страшная ошибка. Но я ее сделал на его глазах, а тогда видеокамер не было. И я ему просто показывал, какой я герой, как я сейчас сделал высаживаю со штампом. Вот. И больше с тех пор прошли десятилетия. На 50-го уже стиверен больше ста моих. Больше ста статей. И ни разу, кроме вот этой дури, что я вот так вот сделал, а я признаю это, потом потомки будут смеяться, говорят, Железов сам был дураком. Вот. А я злуюся сам заранее сознаюсь. Вот. И больше у меня таких глупостей не было никогда. А потом это дерево превратилось в такое дало чудо, такое фантастическое результат дало, вот, что я его доставляю до следующего раза. Видите, я его отдельно отметил. Вот. Потом о нем, вот оно, спустя 18 лет. Потом поговорим. Вот. Это, я как бы, до меня дошло. И, раз до меня дошло, где я там был, нет, не тут. Как мне вернуться туда? Может быть, там письма появились? Сейчас вспоминаю. Сейчас вспоминаю. Нет, не тут. Выйти-то было легко. Выйти-то было легко. Ладно. О, кстати, еще. Можно ли приобрести картины Чернобаева? Вот. Я ему потом отвечу. Телефон там Чернобаева. Я буду рад, если Чернобаева сможет продать свои одну и две талантливые картины. Вот, видите? Хоть польза от меня есть. От него точно есть. Вы же сейчас кусочки это, у него два раза больше оказался урожай персиков. Значит, вы сейчас кусочки его приобретаете персиков. Ладно. Все-таки мне надо вяжутся к себе. О, память. Как я там выскочил оттуда? Как я выскочил? Как я выскочил? Так, это значит у меня что что будем делать? Сейчас попробуем. Там осталось... А, ну ладно, я знаю какой длинный путь, но знаю. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. вот я заходил. Ура! Ура, ура, ура. Сейчас, сейчас, сейчас. И где-то тут вы остановились. Черенки у вас чем заряжены? Так, Тимур спрашивает. Больше чем-то, чем-то заряжены. Заметьте, не заразные, заряженные. Имеется это энергия. Вот. Теперь, Сергей, он на то самое время набрать песок. Говорили. А, вот. Здравствуйте, В этом году у меня был первый урожай абрикосов. Сразу с Сергеем подносил. Спасибо огромное. Нет. Благодарности принимается. Вот. Делаю выговор. Вот. Делаю выговор по команде. Пожалуйста, присылите фотографии четырех плодосящих героев. Вот. Я все еще нахожусь в такой ситуации. Вот. Посмотрите, я разговаривался, но я в свое время еще не использовал. Мы даем на эти разговоры час, а прошло 47 минут. Смотрите внимательно, как оно бывает. Вот. Другое. доктор наук. Не тот, который выросил из моих сердцев прекрасный вырожай мальжурских абрикосов. А совсем другой. Ни разу его не позорил, фамилию не называл. В архиве лежит рукописное его письмо. Не мне, а редактору крупнейшей газеты российской. Вот. Где написано, что почему верите железу, если у меня выпали все 18 сортов форм абрикосов до плодоношения. Вы понимаете, козырь, у него погиб сад абрикосов, и у козырь, значит, железа-то. Обманщик, у него погиб, а я обманщик. И меня прекратили печатать. А почему я так говорю? Потому что мне вот таких фактов, вот 4 абрикоса плодосили, даже когда один плодик, я уже радуюсь, как мальчишка. Даже один плодик, это уже победа, это уже сенсация. Вы представляете, как меня в свое время унизили? Вы еще не все знаете, как из меня сделали проходимся. Я все никак не решаюсь, только туда залезу. на сайт этот. Ой, ладно. Вдруг как-нибудь не выдержу, потом долго будет меня трясти, когда я покажу, как из меня подло делали этого. Проходимся. Так. Дальше. Он же. Живу в кургане, все соседи по даче ходили, облизывались. Загорелись, тоже себе посадить. Ну вот. А вы знаете, все больше писем нет. Давайте будем заканчивать. Кто правда разговаривался? Правда разговаривался? Если я посмотрю, мне всегда нравится, когда есть несколько людей, не простых людей, а которые, так сказать, являются со мной как бы одним целым. Ближний круг. вот смотрите, фамилия моей жены, нет, не так, фамилия моей мамы, Натяга, дед Натяга, вот, прадед Натяга, и здесь я вижу фамилию Натяга. кто это Натяга? Вод, родственник. Ладно, друзья, давайте на этом остановимся. Будем вежливо прощаться. В следующий понедельник еще много интересного расскажу, то, что наболело, то, что я, в чем я понимаю, вот, я хочу, чтобы все это поняли. До свидания, друзья, не забывайте заказывать, этим вы меня поддержите, еще с удовольствием в целом. Если вот таких случаев, как вот последний товарищ, соседи облизывались, загорелись, вот, и ведь заметьте, никто не говорит, что мои погибают, никто. Это ж такое чудо. Вот, ну, а еще впереди неделя, и, пожалуйста, давайте все-таки всех ответил, вот, 30 гектаров питомник есть. А откуда? Где Мотосинсад? Как его увидеть? Ну, некогда было сфотографировать, ну, может, сейчас еще, груши еще висят, они еще висят. Ну, почему сейчас их сфотографируют? А вдруг наш Антон раздумает и не станет у них покупать 2000 сфотографиров? Пусть доказывает, пусть снимут видеофильм. Я им в день по три снимаю. Вы же видели, что творится в этом самом, на моем, в Ютубе, на моем канале. Я тоже занятый человек. От одного до трех фильмов каждый день. Кстати, помогайте их оплачивать. Я-то снимаю это еще сырье, надо еще довезти дома. Вот. А у меня карман не бездонный. Помогайте, 100-200 рублей на мой телефон 8-960-776-86-72. Он привязан к карте. Вот. поможете еще больше будет фильмов. А тут питомник. Странно. Информации нет. ну, наверное, это если уважаемая наша Эльчихина, да, по-моему. Где-то до конца. Ладно. Антона прошу. Тоже самое. Но я беру 2000 сантиметров. Ну, пожалуйста. Чтоб мне не было сомнений. Покажите фотографии Мэнсина Санна. Пройдите с видеокамерой или просто с фотографиями, чтобы там были живые люди. Вот. У меня сотни фотографий с Тимошкой, сотни фотографий с ее мамой, сотни фотографий с племянницей, сотни фотографий с невесткой. Это же так легко. Это же реклама. Кто бы мне поверил бы, если бы не было тех фотографий. Но у нас принято верить. Вам же как говорили, мы подберем даже эти опылители. А если их там нет этого сана, откуда опылители? И как его подбирать их будет? А пока принцип один, чем больше сортов, тем больше шансов на опыление. Вот вам последний совет на сегодня. До свидания, друзья. Заказать семена в каталоге железов 2021. Видите, где у меня курсор. Правда, это до сих пор Антон не сменил на 222. Но в каталог, в принципе, он тот же самый. До свидания, друзья. Жду от вас заказы. Все, пока. Грустно расставаться, но когда-то это надо делать. так, что Продолжение следует...